В ходе расследования уголовного дела установлено следующее обстоятельство. В один из дней с июня, в период с июня по августа 2015 года, Извалин передал Жукову хранившуюся у него незаконную боеприпас, а именно две гранаты РГД-5 с взрывателями, а Жуков таким образом незаконно приобрел у Извалина данный боеприпас, после чего стал хранить у себя дома. Кроме того, Извалин в утреннее время 30 марта 2016 года он передал Жукову незаконно хранившуюся у него обрез охотничьего ружья, револьвера, а также патроны к указанному огнестреленному оружию. Жуков, соответственно, незаконно приобрел таким образом у Извалин в уше указанное оружие и боеприпасы, после чего стал хранить их при себе и носить, и использовал при дальнейшем совершении преступления. Кроме того, 30 марта 2016 года, в период с 18 до 19 часов, Жуков, находясь по адресу город Саратов, улица Московская, дом 42, совершил нападение на Максимова в цели хищения принадлежащего военного имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием оружия и убийства Максимова с разбоем, произведя до Максимова выстрел из обреза охотничьего ружья, полученных средствах повреждений, и потерпевший скончался на месте. А также, находясь по ваше указанному адресу в указанное промежуток времени, совершил покушение на убийство двух лиц, Скачкова и Максимова, попытавшись выстрелить в Скачкова из находившегося при нем револьвера, однако выстрел не произошел по независимым от него обстоятельствам, в связи с чем жизнь Скачкова, его поведение непосредственно после совершенного преступления, а именно попытка скрыться с места происшествия, дают основанию полагать, что находясь на свободе, Жуков может продолжить заниматься преступной деятельностью, с целью избежать уголовной ответственности, может скрыться от органов следствия и суда, может угрожать потерпевшим и свидетелям с целью, склонить их к отказываться от показаний, либо изменили ранее данных показаний, также может уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производство по уголовному делу. Вероятность наступления этих обстоятельств не может быть предупреждена применением иной, более мягкой меры пресечения. Сбор доказательств по уголовному делу не завершен и продолжается. При этом органам следствия учтены данные о личности Жукова, в том числе его возраст, состояние здоровья, семейное положение, а именно, что Жуков официально нетрудноустроен, холостное, ждевение малолетних детей не имеет, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. В настоящее время Жуков содержится в ФКУ СИЗО в Синроссии по Саратовской области, в городе Саратове. Данных, свидетельствующих о наличии у него каких-либо противопоказаний к содержанию подстражи не имеется, в том числе и медицинских. Оснований для отмены или изменения обвиняемого Жукова в меру пресечения в виде заключения подстражи не имеется, поскольку не изменились основания, учтенные судом при избрании ему данного меропресечения. Внимая его внимание, он уже изложен. Следствие находится в округе указанных обстоятельств с достаточным основанием к продлению срока содержания подстражи обвиняемого Жуков на 1 месяц, а всего до 3 месяцев, то есть до 30 июня 2016 года. Суды находят основания для изменения обвиняемого меры пресечения более мягкого, поэтому считает необходимым продлить срок содержания под стражей обвиняемого жуков. Сведений на наличие у жукового заболевания, препятствующих его содержанию в следственном изоляторе, не имеется. В случае необходимости соответствующая медицинская помощь может быть ему оказана в условиях содержания под стражей. Кроме того, обвиняемый или боевозащитник вправе обратиться с ходатайством о проведении медицинского осудительства на предмет наличия либо отсутствия у обвиняемого заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. На основании изложенного руководства статьей 109 МПК РФ постановил продлить срок содержания подстражи обвиняемого Жукова Антона Владимировича на 1 месяц, а всего до 30 июня 2016 года. Настоящее постановление может быть обжаровано в Саратовский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения. Продолжение следует...